Под южными лучами кубанского солнца растут и зреют сладкие, сочные фрукты. Глава Северского района Андрей Дорошевский посетил несколько хозяйств муниципалитета, специализирующихся на садоводстве. В станице Смоленское в крестьянско-фермерском хозяйстве Владимира Васина выращивают яблоки, зерновые и технические культуры. На площади 8 гектар заложен сад, сейчас поспели зимние сорта. Моди, Гала, Голден, Семиренко и, конечно, Энтерпрайз. Размер яблочков внушителен. Как-то здесь поспел такой гигант в полкилограмма весом. Имеется своя линия переработки. Производят хрустящие яблочные чипсы и натуральную пастилу. На хуторе Оазис Новодмитриевского поселения раскинулись сады обособленного подразделения холдинга «Агрокомплекс Экомодуль» под названием сады Оазис. На площади чуть более 170 гектар выращивают яблоки, грушу, сливу, персики и фундук. На предприятии работает комплекс по переработке и упаковке продукции. Руководитель Татьяна Горяйнова показала весь процесс от сбора сочных фруктов до изготовления чипсов, пастилы, полезных сладостей и их упаковки. В поселке Чибий Калужского сельского поселения находится предприятие «Сады Чибий» – филиал ООО «Агрокомплекс Экомодуль». Предприятие также производит яблочные чипсы и фруктовую пастилу. Главе района показали здесь один из самых необычных и даже экстремальных садов. Добраться до него уже дело не из легких. Зато на месте открывается необычайный вид и потрясающей чистоты воздух. На площади 89 гектар растут яблони, сливы и груши. В планах на ближайшее будущее заняться развитием экотуризма. Место для этого самое соответствующее. ООО «Сады Предгорья» в Новодмитриевском поселении тоже занимается садоводством на площади 236 гектар. Сейчас идет сбор урожая. Руководитель Валерий Планков показал организацию производства натурального яблочного сока из собранных плодов. Глава района пообещал оказывать всевозможную поддержку тем, кто занимается или стремится заняться садоводством на территории муниципального образования.